Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. Эфир телеканала Абакан 24 продолжается в прямом эфире. Мы рады вас приветствовать, рады встречать этот вечер среды вместе. Тем более у нас потрясающая компания, друзья, потому что в нашей студии народный артист Республики Хакасия Артур Марлужоков и его коллега, заслуженный артист Республики Хакасия Эдгар Таврутюнов. Прекрасные ребята, и не просто так они к нам пришли. На самом деле какие-то, я вот смотрю, в последнее время коллаборации происходят. Театр Сказка сотрудничает с Драматическим театром. Мы видели вот этот прекрасный, я не знаю, может, проект, можно так же даже сказать. А теперь филармония сотрудничает с Театром Кукол Сказка, да, я так правильно понимаю? В общем, вы раскрывайте уже секреты, что мы увидим, что нас ожидает. Ну, в данном случае не просто коллаборация, в данном случае возвращение в родные берега. Да, дело в том, что Артур, он так скромно сидит. А свою вот именно вот такую актерскую деятельность он начал именно с Театра Сказка. Да, его первый, значит, опыт, то есть вначале, как музыкант в составе легендарной группы «Учтемер», Артур, Том и Эмиль в спектакле «Алтыноях» Евгения Николаевича Ибрагимова. Вот, они с нами поездили целый год по фестивалям, прониклись духом Театра Кукол. И потом Тома и Артур вошли в состав труппы, а Артур даже был участником «Золотомасочного спектакля». Да, да, да. Сегодня у вас какие подробности? Якоб Якобсен, да, Артур был участником «Золотомасочного спектакля». Сам про себя такого не знал. Нет, на самом деле, все правильно говорит, все верно. Все, это действительно мой альма-матор, можно сказать, да, с чего... Легкая рука была у сказки, да, и у вас, смотрите, какой путь. Да, ну, начало было хорошим. Как вокалиста Артуру самостоятельно, а вот именно что касается именно такой вот деятельности... Ну, тогда давайте, если уж вы начали раскрывать эти карты, вспоминать тот период жизни, когда вы были со сказкой, что он вам дал, во-первых? Не хотелось ли остаться? Потому что все равно участие в «Золотомасочном спектакле», мне кажется, это прям, ну, высокий уровень достаточно. Да, ну, что мне дал театр сказки? Выбор профессии. Но не именно по части кукол, да, а все-таки театр вообще в общем понимании. Вот, и поскольку я уже тогда был выпускником нашего музыкального училища по классу вокала, мне захотелось свой путь продолжить, вот, совместив вот эти две... Ипостаси. Ипостаси, да. И я выбрал как раз для поступления, получения образования именно ГИТИС, вот, благодаря сказке. Потому что, вот, и, собственно, Евгений Николаевич Ибрагимов меня подготовил как раз, дал басни там, вы, стихи, прозу, все, и занимался со мной, говорит, вот, дело и так, дело и так. И я поступил, в общем, благодаря этому. Но важно то, что благодаря вообще в этой, ну, театру, да, вот, я окунулся как раз в эту профессиональную среду, которая должна быть вот в театре. И начали мы как раз из музыкального театра, музыкального спектакля «Алты на ях», тогда «Золотая чаша». Вот, мы там только вот музыкой играли, а ребята уже... Но там очень важно было взаимодействие. Да, потому что... То есть, ребята, Артур просто молчит, они сидели на сцене... Живьем, да. Живьем, рядом с нами, и они нас ловили, и это было очень важно, взаимопонимали. Живое музыкальное оформление, вот мы... А такое сейчас есть? Сейчас здесь, к сожалению, нет. Сейчас и... Нет возможности, или просто сейчас уже не актуально? Нет, нет, это всегда актуально. Просто сложность в том, что Артур вот с Томой, они вошли в состав театра, а Эмиль пошел своим путем, скажем так. Да, все понятно. Но не в этом дело, а вообще это очень хорошая практика, очень хороший опыт именно работы с живым музыкальным материалом. И когда ты оформляешь это сиюминутно, да, то, что происходит на сцене, и ты это озвучиваешь каким-то образом, то есть вовлекаясь во всем это, это единый такой организм, единый механизм. И тогда вот возникает такое волшебство уже, потому что все под фанеру там работать это одно, а вот когда живьем... Нет, и от ребят действительно очень много зависело, это действительно так. И музыка вот на протяжении вот этих 73 минут ни разу не прекращалась. Даже помню хронометраж. 73 минуты, и сколько же нужно репетиций, чтобы все это было вот идеально? Много. Ну, конечно. Как обычно, если хочешь, чтобы что-то хорошо получилось, ну, да, нужно делать... Всегда же говорят, что вот, например, чем отличается театр от кино? Если в кино все снято, и в любой момент ты посмотришь, и будет вот как тогда это сняли, то каждый раз, приходя в театр на спектакль, все будет по-другому. Мне кажется, так же, как и на концерт, разве не так? На концерте, да, и я тоже, скажем, сторонник именно вот такого. Когда от спектакля спектакль что-то меняется, что-то вроде бы общее, все остается по-прежнему, а каждый раз, когда смотришь спектакль, и понимаешь, что он разный, тогда в этом есть определенный какой-то кайф. Ну, жизнь есть. Да, ну, жизнь, разумеется, разумеется. И по поводу, да, извините, по поводу как раз вот этого спектакля «Якоб Якобсон», тогда уже, вот это уже была вторая ступень у меня, после вот музыкальной части, вот этого музыкального спектакля, когда уже непосредственно меня пригласили уже, и тогда Светлана Анатольевна Кольникова была директором, и принимала заявление, все, на работу. И мы начали делать этот, вернее, то есть продолжили, да, я туда в этот спектакль вводился, перед тем, как его повести на золотую маску. И мы с Эриком там, конечно, терпелись, то есть, вот там чего только не было. Там у нас и видео двойка, ну, в общем, это такие забавные моменты, внутренние эти. Мы как раз тесно в этом спектакле партнерствовали, взаимодействовали. Но все равно это здорово, и теперь ваши опять пути пересекаются. И это, да, и это было, то есть, вообще первой моей работой в спектакле, вообще в жизни, да, вот молодой, я тогда совсем юный, вот, и меня вот так вот, как щеночка, бросили плавать, учили плавать. Да, работа с куклами, сразу самый сложнейший спектакль. Там же как раз по три человека на кукле, маленькие. Яблочко бросовали. Скажи так, там использовали рост Артура, потому что в некоторых местах, помнишь, только ты мог доставать. И это было очень удобно, рост Артура использовали, эксплуатировали. Ну, рассказывайте теперь, над каким спектаклем, как пересеклись ваши дороги? Понятно, что творческая жизнь в Хакасианке бьет ключом, она интересная. Но когда работать еще вместе, друзьям, бывшим коллегам, да, это еще интереснее. Ну, рассказывай. Да, я расскажу, конечно, но интересный проект предложили мне, ну, а там уже старые друзья, я захожу, и новые появляются. И просто у нас, ну, допустим, вот с Эриком есть пара сцен, две сцены, где мы пересекаемся. Спектакль называется «Лес Островского». Ух ты. Вот. Да, так как это... Рассказка теперь русская классика. Да, вот видишь, я вот... Живого плана. Я, кстати, хотела спросить, что за новый имидж у тебя? Потому что мы все знаем, что ты, ну, немножко по-другому выглядишь. И тут вот так. Ну, вот я решил, знаешь, так побаловать режиссера. Я восьмибратов играю, купца, работаю в этом спектакле. Ну, и они, конечно, там борода есть, накладная. Но я решил, думаю, дай-ка я к премьере, у нас в ноябре премьера. Вот насколько отрастет, что прям с живой бородой. Ничего себе. Ну, надеюсь, у меня хватит терпения. Ну, она, видишь, ничего так у меня вроде бы, окладистая такая, знаешь, такая. А ты впервые носишь бороду? Ну, нет, я один раз тоже, знаешь, отрастил капитально бороду, когда мы ездили в Крым после того, как, слава богу, он вернулся в родные берега. И мы поехали с гастролями. И мы возили «Старик и волчица», один из спектаклей. И я тогда отрастил, что будешь когда выскакивать в папахи с бородочкой. Настоящий горец. Горец, да. Ладно. Я в Крыму такой, а там еще, знаешь, купаешься, соленая моря. И вот волосы собраны, эти вот локоны там все. И ты прям таким греком себя чувствуешь. Ну, а почему нет таврида? Хотя, да, ну, хотя, если учесть, что я армянин, там все это было рядом. Ну, все в порядке, все мы братья, как говорится. Да, все мы, да. Это точно. Как получилось так, Эдгард, я хочу тебя спросить, что в репертуаре театра «Кукла-сказка» вот такое классическое русское произведение? Ну как, мы, в принципе, вообще стараемся, чтобы в театре были классические произведения, причем, как бы, не только взрослые, но и детские. Ну, вот, ну, лично вот это мое мнение, я всегда его высказывал, и, как бы, в театр тоже меня поддерживает, и администрация, и все. Потому что, как для детей вот должны быть колобок, золотая, красная шапочка, там, курочка. То есть, то, на чем золушка, то, на чем мы росли, это вот, правильно, и чтобы дети наши на этом росли, так и взрослые, они же тоже хотят вот то, только, не только вот эти, знаешь, новомодные дела, это все замечательно, но иногда хочется вот для души то, что было. Поэтому у нас и Гоголь был, да, у нас, как бы... Даже я начинал в этом Гоголе. Да, игроки, когда мы делали, да. Да, поэтому мы стараемся, чтобы обязательно была классика, и Островский, ну, один из самых театральных, скажем, да, авторов. Да, конечно. Да, там, конечно, много было споров, что именно выбирали, все. Но вот Сан Янович, Ставискин, как бы, в конце концов, остановились на этой. Семейный спектакль или все-таки для взрослого? Для взрослого, да. Причем, что интересное, вроде бы в театре кукол это все ставится, а спектакль драматический полностью. То есть, живой план, так называемый. ЖП, как мы называем. Ну и ладно. Живой план, да. Все там... Кукол будут? К сожалению, кукол нет. Нет. Кукол не будет? Не будет, но... Ничего себе, формат. Да, ну вот... Не, ну у нас же есть, как бы, тут же... Как старший сын. Да, старший... Нет, в старшем сыне были куклы. Были, да. Да. Ну, вот Аверченко у нас в Руны, по Аверченко. Но там все равно вот такое, знаешь, существование немного кукольное. Вот в любом случае мы не пытаемся соревноваться с драматическим театром, потому что там прекрасные актеры, замечательные спектакли. И как бы я даже имел опыт в свое время «Татарин маленький». То есть, ты помнишь, да, ты же приходила, я даже помню тебя за кулисами с группой. Вот. И я понимаю, когда... А я репетировал «Паночку» как раз параллельно, и там. И я понимаю, насколько все равно по-разному. То есть, мне приходилось... Я шел с репетицией «Паночки» туда, и мне приходилось перестраиваться, потому что там все равно немного другое существование, чем у нас. То есть, это вот чувствуется, что вот драматическое, хоть мы так и называем, а, драмики типа они нас, а мы, да, но это действительно тоже очень такая сложная, серьезная работа. И мы не пытаемся быть как они, а мы все равно свое существование пытаемся строить в нашей эстетике. Даже вот это существование наших декораций, которые много оно такое вот... Ну, не буду раскрывать. Кстати, про декорации, какими они будут? Кто работает? Ты как художник? Нет, 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 нет. Я как актер, потому что здесь вот, да, как бы Сан Яныч со своим художником, они вместе делали и старший сын, и... Так всегда так. Добавлю, что режиссеры, как правило, привозят своих художников, с которыми у них... Да, и там очень такая интересная декорация, черно-белая. Ну, не буду рассказывать, потому что нам, например, очень понравилось решение спектакля. Стильно, очень стильно. Очень стильно. Нам главное оправдать теперь. Наполнить. Существование, да, заполнить. Но ведь театр-сказка, вот по моим ощущениям, зал же не очень большой, из-за этого он кажется очень камерным, и там совсем по-другому эмоции даже проявляются, когда ты смотришь спектакль. Конечно, это верно. Такое ощущение, что ты, ну, с артистами буквально на одной сцене, и вот они между тобой. Вот даже когда, например, я как зритель сижу у наших друзей в драмтеатре, даже из середины зала в драмтеатре я вижу мелочи и нюансы, которые происходят там, а здесь еще меньше расстояния. И поэтому, конечно, большая ответственность. И тут нужно ловить дыхание зрителя, стараться с ним быть на одной волне. Конечно. Тогда расскажите о команде. Еще кто с вами в команде? Да практически весь коллектив. Ну, Андрей Тимофеев, вот Илья Эмих, молодой актер, Антон Симавин, Олег Кузьмин, Рима Зайнулина. Как бы молодые актрисы заняты. Ну, то есть, как бы, в принципе, вот... Костяк. Костяк, да. И я. И Артур. Ну, тоже наш. То есть в «Скалармонии» только вы, Артур. Да, дело в том, что здесь это не рассматривалось изначально как, как сказать, то есть совместной такой работой. А я, по сути-то, случайно попал сюда просто из-за проблем с актерским составом, которые, ну, то есть, нужен был человек, подходящий на эту роль. И я случайно, совершенно на улице встретил Андрея Тимофеева, главного режиссера театра «Сказка». И он говорит, точно, говорит, вот, так вот же, вот же, говорит, как хорошо, что я тебя встретил. Я говорю, что в чем дело? Вот, приглашаю. Я сперва отказался, честно скажу, вот, то есть, как бы, из-за занятости, я, скажу, вот, такие-то, такие-то сроки, говорит, к сожалению, не смогу. Потом он мне звонил, переубеждал, я согласился, потом сомневался, потом еще это, и все наложилось, вроде бы все, и, в конце концов, все устаканилось. Я уже, уже мне принесли пьесу, говорит, ну, отступать некуда, потому что уже позади лес, да, 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 позади... Впереди только лес, да? Впереди премьера. Впереди премьера. Но все равно, вот, насколько мы знаем, в каких вы проектах участвуете, вы человек, который не боитесь экспериментов. Я вот сейчас слушаю у вас голос. Эдгар, скажи, пожалуйста, ты был на экскурсии, слушая голос Абакана? Да он даже на моем сольном концерте не был, че он? А ты так нам тоже, знаешь. Я хочу сказать, что нам посчастливилось тем, что у нас прекрасные в городе голоса. И одним из таких голосов Артур Марлужоков, потому что прекрасная экскурсия, кстати, Нелли Кинаян, если она сейчас нырлышит, мы тебе передаем привет, стала лучшим, одним из лучших экскурсоводов России, представляете? Ей большие аплодисменты. И вот эта первая иммерсивная экскурсия, она с участием Артура. Нет, ну такие голоса надо использовать. Артур рассказчик, и мы ходили с детьми на экскурсию. Я получила невероятное удовольствие. Потом сколько было отличных отзывов. Отзывов все, да. Артур, надо, чтобы ваш голос больше в спектакле. Это надо привлекать, потому что это очень хорошо. Как говорила наша общезнакомая, толстым голосом. Да. То есть, ну это вот имеется... Да, потому что он у нее действительно у Артура вот такой красивый, поставленный голос. Ну там, да, работа полностью дикторская. Здесь как раз очень хорошо, что вот у Артура именно такой голос, потому что его персонаж... По роли, да. По роли все-таки артист, то есть артист театра, который в начале, скажем так. Причем, да, играть актера, это сложно вообще, потому что играть персонажа проще, чем играть актера, который играет персонажа. Но здесь вот Артуру как раз помогает его поставленный голос. То есть, даже если он будет просто как бы работать, зрителю будет слышно, что поставленный голос, который работает на образ, что-то типа... На образ, да, да. Но этого мало, конечно. Нет, ну понятно. Только как в том анекдоте, а вот тут уже мастерство. Эдвир, вот тебе вопрос. Смотри, ты же очень много лет уже служишь в сказке, приходят молодые ребята. А вам ставят голоса? Вы проходите какие-то еще вот потом, впоследствии курсы, я не знаю, или это все равно как-то вот дано, либо нет? Нет, понимаешь, в театре кукол здесь вот тоже специфика другая. Если вот почему я говорю, что все-таки мы с драмой в любом случае отличаемся, да, даже если работаем вживую, в драме там специально ставят голоса, чтобы они доносили через зал там вот этот. А у нас другая система. Нам нужно иногда разговаривать, знаешь, или как вот, а может это все? Да, или ежик, ой, что это тут, уже сырость развела, все мои грибы подорвала. То есть, ну, в общем, такой вот ежичек, я свой... Специфика такая. Да, яблочек давно не ели. Здесь нам нужно менять голос. И если мы поставим голос, мы не сможем им потом уже... Неправда. Не соглашусь, потому что когда... А я соглашусь. Когда ставится голос, он ставится с тем, чтобы потом уметь варьировать этим голосом, уметь пользоваться всеми. Нет, а его все равно поставленный голос слышно, Артур. Всем, я бы, разумеется, конечно. Вот, а здесь не нужно. Здесь, понимаешь, иногда нужна вот именно бытовизм. А бытовизм... Ну, зачем ежик с таким вот чувством, поставленным голосом? Понимаешь? Поэтому одно дело, когда я под Артура открывал рот. Вот... Было дело. Да, в божественной комедии. А я тогда про голос еще расскажу, раз мы тут начали еще вспоминать. Я была в этом году тоже в Крыму, и моя подруга говорит мне, Дарья, передавай привет Эдгару Арутюнову. Я говорю, Таня, видишь, я выполняю в прямом эфире. Она говорит, ты знаешь, я его никогда не видела только на афишах, но я запомнила его в сказке «Волки семеро козлят». Вот твой голос. Да, интересно, ладно. То есть видят тебя на афишах, видят, может быть, тебя по телевизору, вживую нет, а голос человек запоминает. Я про то, как у нас запоминаются порог голоса, когда человек приходит на спектакли, на концерты. Ну, разве это нет? Ну, да, поэтому хорошо, что у нас всех разные голоса. Да. Нас не путают. Разные голоса. Даже когда открываешь рот под Варлужоково. Даже когда открываешь рот под Варлужоково. Хорошо. Чем еще будет удивлять этот спектакль? Как проходят репетиции? Вы сказали, что приглашенный художник, да? Откуда он? Они оба преподавали, преподавали. Он, кстати, не просто приглашенный художник. Это педагог замечательного нашего местного художника Мария Чаптыкова, которая в хакасской драме, да. Он ее педагог. И, как видите, хороший педагог. Потому что Маша у нас... Практически, я думаю, она во всех театрах работала. И в хакасской драме, и в русской. По-моему, даже для Читогена что-то делала. То есть... Да, и поэтому... А музыка? Музыка? Кто создает музыку для себя? Музыку, я так понимаю, тоже привез Савьяныч. Уже написано, да. Уже написано. Он пишется, что-то там доделал. Я не знаю, кто. Я слушал, он... Да, он тоже на удаленке работал. У него какой-то свой композитор. Свой композитор, да. А вот люди увидят на сцене нового Островского в новом прочтении? Нет. Или нет? Это все под классикой? Нет, это под классикой. Вот в том-то и дело, что я хотел заострить на этом внимание, что... Ну, сейчас вот есть тенденция такая, не очень хорошая, а где-то любопытная, когда, то есть, там берут классическое произведение и всячески, значит, его адаптируют под современные образы, под современную жизнь, и, то есть, там, урбанизируют всячески. Вот. Но в этом случае я прямо аплодирую авторам замысла, потому что это все прямо как написано у Островского, то есть, со всеми ремарками его же, да, что-то там, и все это учитывается, и при этом, то есть, исторически, в общем, будет... Да, и вот как раз вот Полуновский, ну, художник который, он, понимаешь, я так смотрю, для меня это немного эстетика таких, знаешь, дачных театров. Раньше, вот как раз вот в тот период, знаешь, любили таких вот, на даче, да, вот это местные такие... Квартирники. Спектакли делать. Вот они жили там в своих этих имениях, делали, и вот декорации такие немного, вот как будто бы такие оттуда сделаны. То есть, такую вот, да, такую эстетику он интересную сделал. Такие немножко вроде простые, но при этом очень выразительные. А помогает ли вот, у вас же все равно уже открылся сезон, вы уже много спектаклей играете и так далее. Помогает ли вот то, что новая сцена, какие-то возможности, есть технические? Пока не знаем. Пока это все еще... Да, я вообще консерватор, да. Да, да, я консерватор, и я очень сложно к новому. То есть, ну, это моя особенность. Привыкаешь. Моя особенность, да. Я очень сложно к новому привыкаю. При том, что вроде бы я должен быть такой прогрессивный, но я очень консервативен. Вот поэтому, как бы, ну... Но это я, скажем так. Я еще не совсем... Как бы... Я настолько за... Ну, я считаю, сколько я... 37 лет служу в сказке, да? 37. И вот из них 35, вот в той. И мне сейчас сложно, за вот еще минимум года не прошло. В общем, я вот такой, да. Но в любом случае нужно... Нет, но в любом случае, естественно, мы... Она без нас не оживет. Мы должны обживать, пропитывать свою энергетику. Это, знаешь, как вот наш Преображенский. Я же помню, когда первый раз пришел, то есть, после Никольской церкви нашей. Храм, да. Уютненькая такая уже. Сколько лет. Я зашел, и как-то казенно, холодно было. И вот уже сколько лет прошло, и я захожу. Совсем другая атмосфера. То есть, намоленная. Чувствуется, что прихожане пропитались. Появились росписи. И это уже действительно храм настоящий. И вот нам тоже нужно пропитывать свои энергии. Тоже делать опять, возвращать храм. Скажем, искусство. Обживать. Да, обживать. Естественно, да. Новый старый дом. Естественно, мы оставили нюансы, от которых мы пойдем. Там, я говорю, окна, вот эти вот расписанные со спектакля «Улица Немых», который у нас в кармане сцены. Саша с Гулей Алексеевой расписывали. Маски вот эти знаменитые, наши светильники, которые делались в последнюю ночь перед открытием театра. Вот, конечно, все эти, потом эти доски, где вырезаны имена тех, кто начинал, там, и люди. То есть, все это, естественно, было снято и возвращено, чтобы от этого все потом... Знаешь, как вот дерево уже, знаешь, черенок срезает, чтобы оно заново пошло. Должны вырастить, конечно же, новых зрителей. Поэтому у меня такой еще вопрос. А в сказку можно будет приходить на экскурсии, как вы раньше это делали? А у нас вот буквально я сегодня днем провел экскурсии. Тоже пришли дети, да, привели. Причем они так... Товарищи, кто будет приходить на экскурсии, пожалуйста, не ограничивайте меня во времени. Потому что я это могу рассказывать. А они пришли, и нам потом говорят... Мне говорят, Эрик, у них немножко времени, это самое ты подсократи. Ну, хорошо, я подсократи. А потом женщина говорит, а вот вы еще в тот раз с нас в швейной, она была с другими детьми. Я говорю, так вы же сами мне... Сократите. Сократите, да. Я, естественно, показал основное. А дайте мне возможность, я вам все покажу. Ведь я какой человек? Вот я какой человек. Впоминания меня запишите. Вот смотрите, у Эдгарда в театре перемены. Филармония тоже внешне преображается. Когда зайдут руки до сцены? Что можете сказать? Когда, может быть, совсем в современном виде мы увидим? Да, к сожалению, это не скоро. Потому что у нас здание, ведь мы же делим с центром Кадышева, центром народного творчества. Поэтому сцена, она полностью филармония не принадлежит. Вот в этом дело. Конечно, если бы была другая, то есть новая сцена, новое здание, надеюсь, когда-то и это произойдет, тогда, конечно, можно и любые, и современные технологии использовать, и по старинке. Кстати, вот это правильно ты сказал. Должно быть сочетание. Сочетание, да. Потому что не всегда прогресс хорош. Вот мое мнение. Мы же, когда хотим, вот, например, я себе захотел прям обувь, чтобы она была, я заказал ручную. Дедовским способом сделанную. Они меня просили, все это, потому что это индивидуальная вещь. И каждый спектакль, это ведь тоже штучный товар. И поэтому вся индивидуальная вещь должна идти через руки. Тогда расскажите про те, кто создает вам костюмы для этого спектакля. Ой, ну, как всегда, наши прекрасные цеха, вот, я сегодня тоже детишкам рассказывал, водил, показывал. У нас мастера, вот с ними можно сделать любой спектакль. Я иногда выступаю как художник, и я могу точно сказать, а я имел опыт, я ставил, например, в Железногорске, я ставил в Омске, там тоже замечательные цеха. Но с нашими можно сделать все. Они понимают, ну, извините, мы имеем две маски за работу художника золотых, а кто сделал эту работу художника, осуществил, воплотил в жизнь? Наши девушки, наши парни, которые там работают. Ну, кстати, филармония тоже же большой, ну, не знаю, большая костюмерная, да, где столько костюмеров. Костюмерная большая, да, то есть, ну, концертная организация, конечно, не может похвастаться и соревноваться с театрами. А вы не берете у театров какие-то костюмы? Не бывает такого взаимодействия? Бывает, да, даже у театра сказка мы иногда используем некоторые костюмы для, там, в тех или иных случаях. Ну, скажем так, мы стараемся все дружить, потому что все-таки, я считаю, это культура общая, мы должны все помогать друг другу, стараться не отказывать, когда обращаться. В этом плане все подведомственные учреждения, все они поплатены. Но это не потому, что они подведомственные, а просто потому, что мы люди между собой. Да, все правильно. Да, мы как бы, мы с Артуром прекрасно общаемся, даже он не работает, сколько вот, мы встречаемся, мы общаемся с ребятами, с хакаской драмы, даже с Русской, с Читоген, а тем более они сейчас соседи наши, ребят, я прям сходил, даже когда они переехали, они мне показали, там, Саша, когда Жеков провел, пока вот у нас юр, то все. Это хорошо, это здорово. Это хорошо, и тем более, начался же такой театральный сезон, творческий сезон. И можно ли ждать таких совместных проектов, раз театры объединяются, дружат? Нет, не объединяй, не надо, не надо. Это там в Москве, попробовали, там театр объединяет, это беда. Мы дружим, но мы не объединяем. Мы объединяемся в усилиях каких-то творческих. Вот это да, это вот. Тогда про творчество. Заглядываете ли вы уже в афишу Нового года? Что-то уже где-то на полях есть? В смысле, мы начинаем в нее заглядывать, когда пройдет тот Новый год, мы уже начинаем заглядывать на этот Новый год. Да, у нас все расписано до конца сезона. Не будете еще... Новый сезон еще не начался, а план же выстраивается. Но вы сейчас едете, я знаю, в Карелию ваши ребята. Да, это филармония. Вы тоже летите. А мы в октябре едем в Питер. Ну да, расскажите, вот вы расскажите о своих гастролях, а потом мы от города. Ну да, давай. Нет, давай. Карелия приезжает. Какие народные, а я просто заслуживаю. Давай. В Карелию едете с Зори здесь ехи. В Зори здесь ехи, да, опера. Повезем. В рамках совместных обменных гастролей. Из Карелии у нас приезжали летом. Как раз в Балет приезжал, который показывал Анну Карелину. Я была на этом балете. Вы были на балете, Эдгар? Да. На нашем? В драматическом театре давали балет. С Петра Заводска, да. Вот. И теперь такой ответка от нас. Это вот в рамках большой гастроли. В общем, они приезжали и давали нас два балета. Так что человек не в курсе. Стыдно. Стыдно. Вот. Я мил и мы теперь оперу везет туда. Один из балетов – это Анна Карелина. Анна Карелина, да. А второй балет? Жизель. 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 Да, это было потрясающе. Потому что рассказали про Анну Карелину. Ну, вот писали прямо статьи, что просто как будто прочитали книгу. Вот так было все. Вы знаете, может, я слышал, но не пошел, просто нет. Имеем опыт. Потому что тут, видишь, это оказывается хороший, настоящий балет. А просто подпортило. Тут, знаете, приезжают какие-то вот сводные балеты. И тут приезжал печальный какой-то то ли Лебединое озеро. Ну, это да. Это халтурщики. Халтурщики. И ты уже думаешь балет. И ты уже как бы… Я просто вспоминаю, когда Васильев приезжал и привозил. Я тоже была. Это что? Конечно. И просто даже ты уже не подумал, что если бы я услышал, что прям настоящий, не вот это вот, как бы халтура, а настоящий балет, я бы, конечно, пошел. Ну, я думаю, мы слышим обменные гастроли. Да, да. Вообще обменные гастроли – это потрясающая вещь. И это вот как бы некоторые стесняются говорить. А я говорю, да, Единая Россия, спасибо за этот проект. Мне не стыдно сказать. Единая Россия. Она этот проект замутила. И она дает возможность зрителей. Это даже не столько для нас, сколько для зрителей нашей страны. Потому что очень сложно сейчас как бы ездить. Вот сейчас наш драм-театр в Брянске, кстати. Да, да. А вот к нам сейчас осенью приедут питерцы ребята с тремя спектаклями. А мы поедем к ним. И то есть это и театром возможность показать свое творчество в других городах. Это здорово. Да, причем не только театр, вот ребят, филармония. То есть это в любом случае, это потрясающий проект. А вы с какими спектаклями ездите? Мы, значит, везем золотомасочных соседей наших любимых. Потом спектакль «Человек» – это по Чехову. И для детишек Андрюхин спектакль, как ум мы называем, как котенок учился мяукать. Он такой миленький, конечно. Да, он для совсем маленьких. То есть мы как бы охватываем маленьких соседей для всех, для семейного просмотра. Ну и человек – это уже для более взрослых. Что ждете вы от гастролей в Карелии? Зори здесь тихие. Что значит ждем? Мы едем. Нет, я имею в виду, что может ли появиться у вас в репертуаре еще опера? Потому что, ну, Зачин очень крутой, и вы просто, ну, прогремели. В Красноярске коллеги ваши рассказывали, что был полный зал, когда вы возили в Дори. Полный оперный театр. Это единственная площадка была, где мы выступали как раз в непосредственно на сцене оперного театра. На других площадках, вот в Петербурге и в Томске, Омске, у нас были, то есть, драматические такие сцены. Вот, и в Красноярске действительно было чуть-чуть даже по-другому, да, прямо это чувствовалось. Это правда, вот. И в этот раз, ну, конечно, хотелось бы, чтобы такой опыт, да, вот, большой, колоссальной вообще постановки, потому что, ну, что уж говорить, нас едет туда 101 человек, летит двумя рейсами, да. Слушайте, ну, это же, как это вас вывезти 101 человек? Это невероятно, просто невозможно. Причем, вот, говорит, на самолете, насколько я понимаю, да? Видишь, как здорово, Артур рассказывает, как здорово, что они на оперной сцене. То есть, вот, а у нас, когда была такая ситуация, мы говорим, нас засунули на оперную сцену. В Египте мы были, в Каирской опере, помнишь же? В Александрии, в Каире мы работали на оперной сцене. Причем, ну, там куклы, ну, вот такие, да, это как раз у самого Синего моря, да. Алта-Наях. Нет, мы Алта-Наях пели, а у самого Синего моря мы возили. И там, значит, а мы их просили, продайте только внизу, раз уж вы нас в оперу. Говорит, конечно, конечно, и продали еще и балконы. О, и как же люди, вот так. И мы такие говорим, вы что сделали, вы как? И заставили их, по бокам повесили два экрана. Да. То есть, еще задолго было видно. Да. И вот мы, как, первое, тут. Очень маленькие, да. Да, но, тем не менее, благодаря тому, что, кстати, на экраны проецировалось, у нас сохранилась запись теперь этого спектакля, потому что как раз, когда проецировали, записали. Просто здорово. Ну, то есть, родится еще опера, как вы думаете? Я очень надеюсь на это. И когда у нас, то есть, будет укомплектован, скажем так, весь состав, ну, то есть, исполнительский, там, допустим, самое главное, это тенор нужно. Вот, тенор. Не хватает в России тенора, да? Да, да, да. Нет, тенор. Если бы появится тенор, хотя бы, да, вот. У меня, знаешь, у меня есть тенор, но у меня голоса и слуха нет. Одна, конечно, да. Как одна наша знакомая смеялась, когда я под Артура пел, говорит. Это было очень смешно. Да, она говорит, у Артура-то баритон, а у, говорит, у Эрика у нас тенорок. Тенорок. Вот именно тенорок. Да, причем ты говорил тогда, проваливаться так с музыкой, что-то такое. И мне, да, проваливаться. После вот всех этих самых лет, когда он уже, скажем так, вне театра сказки, опять к нам пришел для совместной работы. Я, конечно, бы хотел, чтобы зритель пришел на премьеру, и потом не только на премьеру, да, чтобы, как на многие наши спектакли, люди вот по несколько раз ходят, и чтобы этот спектакль, мы очень надеемся, что он получится тоже таким, чтобы зрителю захотелось еще раз прийти. И премьера у нас когда? В ноябре. 21-22 ноября. 21-22 октября. Ну что, в ноябре. В ноябре. Ну что, друзья, мы будем с нетерпением ждать премьеры. Вам желаю прекрасных гастролей. Спасибо. Эдгард, вашему коллективу вдохновения, тоже великолепных гастролей. Ждем коллективы, которые приедут к нам вместо вас, пока вы будете там, да? Да. И тоже обязательно, я думаю, пригласим их в студию. Вот такой у нас, друзья, получился сегодня эфир. Это только первый час. Давай, Артур, в камеру такую. И давайте еще что-нибудь за 30 секунд, да? Руку. Товарищ. Что руку? А, так, да, ну, это мы же тут по пьесе пошли. На прекрасной такой ноте завершаем, скоро увидимся.